Амурская осень Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в эфире новости города в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте! И к первой теме. Должники за электроэнергию пополнили бюджет города на 150 тысяч рублей. Штрафы на эту сумму за год выписали энергетики за незаконное подключение к сетям. Перебирать провода в своих электрощитках потребители берутся после отключения электричества. Насколько часто они вынуждают должников доставать кошелек, сейчас увидите сами. Три звонка в дверь, ни одного ответа. В 95-й квартире никого нет, но специалисты вынуждены ее обесточить. Об этом потребители предупреждали письмом 20 дней назад. Как только подачу электричества отрезали, хозяйка вернулась домой. Решила спрятаться от видеокамеры, но не от обязанностей. Слово женщина сдержала тут же. Ушла на балкон, чтобы оплатить долги онлайн. Перевела 5 тысяч 200 рублей и квитанцию электронную энергетикам показала. Последние только за. Возобновили подачу электричества. Хоть и удивились. Для меня это редкость, такая ситуация в первый раз. Обычно абоненты, им нечем платить, поэтому оплата не производится. Девушке повезло еще, что мы не успели уехать, и она оплатила. Собственник квартиры за номером 102 задолжал энергетикам 3,5 тысячи рублей. Возможностью внести плату на месте не воспользовался. Даже дверь взыскателям не открыл. А можно крипитамзу предоставить? Домываться мужчине пришлось в темноте. Его квартиру энергетики тоже обесточили. Нерадивый потребитель пополнил список собственников, что из-за долгов живут без света. На сегодняшний день в Благовещенске таких 613. Если говорить о сумме задолженности всех абонентов города Благовещенска и Благовещенска района, то она превышает 125 миллионов рублей. Поэтому эта цифра для нас значительная. Мы пытаемся снизить сумму долга и повысить платежную дисциплину. Воспитывают платежную дисциплину в горожанах энергетики неустанно. Ежемесячно отключают электричество пяти сотням потребителей и должников. Каждый не платил за услугу больше двух месяцев. Минимальная сумма долга в среднем – полторы тысячи рублей. В автобусах Благовещенска теперь можно расплачиваться в одно касание с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов, привязанных к платежной системе. Для покупки билета не требуется даже ввода пин-кода. Терминалы бесконтактной оплаты установили в автобусах маршрутов 3 и 4. Для остальных закупили пять сотен устройств. Увеличивает ли они время расчета, пыталась понять Александра Боровикова. Здравствуйте. Хочу расплатиться картами. Давайте карту. Принимать плату с отсканированной телефоном карты в магазинах стали год назад, в автобусах на этой неделе. Рулевой четверки Сергей Соболев так рассчитывает впервые. Да и бесконтактную банковскую карту, что не требует пин-код, видит пару раз за смену. Потомственный водитель пришел в автопарк 30 лет назад. Как и многие считали, бумажные билеты вряд ли что-то заменят. Теперь передумал. Хотя объявление вон висит на автобусе, что банковская карта, но народ еще плохо знает. Так спрашивают, я говорю, да пожалуйста. Потихоньку народу надо привыкать. Не нам привыкать, а народу. Я быстро сориентировался. Быстро сориентировались не все. Новым способом оплаты сейчас пользуются 5% пассажиров Благовещенска. Лариса Коргинова из Архары. Бесконтактных терминалов там нет. Городским пока не привыкла. Я как бы человек приезжий, бывает здесь недолго, поэтому приходится наличными расплачивать. Удобства есть, да, потому что иногда бывает, что нет налички. И приходится картой, да, в большом случае расплачиваться картой. Одни не имеют возможности, другие боятся. Видели в интернете, как таким терминалом мошенники воруют деньги с бесконтактных карт. Мы попробовали повторить. Прямо через карман. Не вышло. Да и при обычном использовании автобусный терминал спишет только 22 рубля. Запрограммирован на это. Устанавливать ли умный прибор, решают перевозчики. Единственное, там возникает комиссия за это оборудование. Ну, все равно нужно обслуживать, чековую ленту менять и так далее. Вот в этих рамках там все равно затраты определенные в порядке возникают. Но они будут не более чем 1,6% от оборота. На невеликие затраты пошли организаторы перевозок на третьем и четвертом маршрутах. Оплачивать проезд на них с помощью бесконтактных терминалов могут и обладатели транспортных карт. Он совмещает обе карты в себе, что делает намного удобнее. То есть и люди по банковским картам могут рассчитываться, и те, кто пользовался услугами карт городских платежных систем. Все делается в одном терминале. Самое главное – никаких задержек. Оплата занимает секунды. Благовещенск стал первым дальневосточным и вторым российским городом, что внедряет новую систему. Александра Боровикова, Андрей Белый, программа «Город». Насколько удобно пользоваться общественным транспортом, посещать поликлиники и магазины, активисты Народного фронта поинтересовались у горожан с ограничениями по здоровью. Общественники опросили полсотни слабовидящих благовещенцев. Председатель Амурского общества слепых Владимир Титов продемонстрировал активистам, как передвигается по родному району Астрахановки. И рассказал, светофор со звуковым оповещением на улице Павлика Морозова установили в прошлом году. Раньше, чтобы перейти дорогу, нужно было стоять, слушать. То есть переход через дорогу был сопряжен с таким, без преувеличения, стрессом. Сейчас же, благодаря наличию светофора, делать это гораздо легче и спокойнее. На реализацию программы «Доступная среда» в этом году при Амуре потратит более 15 миллионов рублей. Программа действует уже 6 лет. Ежегодно активисты Народного фронта проверяют ее исполнение. Мониторинг показывает то, что улучшения они есть. То есть появляются и специальные пандусы, появляется и тактильная плитка, появляются другие специальные приспособления для людей с ограниченными возможностями. Как для колясочников, так и людей-инвалидов по зрению. Море пива разлилось на пересечении Мухино-Заводской. Накануне там из мини-грузовика выпали ящики со спиртным. Пенный напиток залил проезжую часть. По словам очевидцев, грузовик слишком резко повернул на перекрестки. Незакрепленный груз оказался на асфальте. Выпало не меньше девяти коробок. Большая часть содержимого разбилась. Незадачливый водитель бросился собирать остатки товара. Последствия боя тары он устранил за час. После этого движение по перекрестку возобновилось. С 17 тысячам амурчан поднимут зарплату. Почти миллиард рублей на увеличение выплат врачам, учителям и работникам культуры направят областные власти. Об этом во время обсуждения бюджета на следующий год заявил глава региона Александр Козлов. Согласно проекту, Амурская область в следующем году заработает 39 миллиардов 700 миллионов рублей. Потратит почти 35 миллиардов. Львиная доля этой суммы, 21 миллиард, пойдет на социально-культурную сферу. В том числе на увеличение заработной платы работникам школ, поликлиник и домов культуры. Работают власти над снижением госдолга при Амуре. В следующем году он должен снизиться до 60%. Планируется, что область вернет почти 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Бюджет на 2018 год должен быть принят 11 декабря. Благовещенскую школу номер 4 переименуют в Алексеевскую гимназию. Соответствующее постановление подписала мэр Благовещенска Валентина Калита. Статус гимназии школа получила в 1888 году, но через 35 лет утратила. Стало называться именем советского политического деятеля Михаила Калинина. Вернуть громкое имя Алексеевской гимназии педагоги пытались 11 лет. Когда мы говорим о гимназическом образовании, это само по себе подразумевается высокий уровень получения образования. И давать услугу на таком уровне – это очень ответственно. И, соответственно, мы готовы не только носить это имя, но и увеличивать свою ответственность в плане подготовки детей. Сейчас в школе учатся 1376 ребят и работают 66 педагогов. Новому статусу рады все без исключения. У жителей второго микрорайона появится свой досуговый центр. Секции и кружки для взрослых и ребят разместятся в бывшем развлекательном центре Харбин. Он стал пятым по счету филиалом ОКЦ. Здание сейчас капиталят впервые за 25 лет. Зачем при этом сносить стены, узнала Юлия Анохина. Прохор Громов оправдывает фамилию сполна. Звук перфоратора его умиротворяет. Раздражает стук пальцев по клавиатуре компьютера. Из-за этого четыре года назад мужчина переквалифицировался из бухгалтера в электромонтажника. Теперь монтирует освещение в магазинах, домах, филиале ОКЦ. И даже на пыль привык не роптать. Конечно, можно защищаться от пыли, но все равно неудобно немножко. Получается, если так работаешь, побыстрее. Но без пыли никак. Молоко за вредность не дают. Как-то так приходится. Три тонны песка плюс 20 мешков цемента плюс 3000 кирпичей равно новая стена в 60 сантиметров толщиной с отверстиями под окна. Старую снесли, чтобы сделать помещение просторнее. Когда нам передали это здание, здесь были чисто технические помещения для уборщиц, для дворников, сколоченные. Вот данное помещение, оно сейчас где-то квадратов 70-75. Ну, а в общей сложности делилось на помещение, наверное, 8. Помещения просто не используются, они пропадали. Теперь не пропадет ни один квадрат. Собственность ОКЦ «Харбин» перешел в 2015 году. В нем уже отремонтировали одну из студий и крышу. Сейчас приводят в порядок первый этаж. До конца года хотят оштукатурить и побелить потолки и стены. Все работы оплачивает сам культурный центр. Это здание мы будем делать досуговым центром. Потому что микрорайон достаточно большой, детей очень много. И хочется, чтобы здесь большой такой творческий центр был именно в микрорайоне для жителей микрорайона. Сейчас, где мы стоим, здесь будет театральная студия. Она очень просторная. Можно собирать много детей, репетировать, роли свои совместно отрабатывать. Я думаю, что будут интересные, хорошие спектакли. Будущие актеры, певцы и музыканты сами выберут цветовую гамму для стен своих студий. Сейчас 100 ребят ютятся на втором этаже. Отремонтированные залы они освоят в конце года. В многофункциональном центре Благовещенска сегодня впервые выдали сертификат на материнский капитал. Раньше документ можно было получить только в пенсионном фонде. Именно с ним МФЦ и заключил соглашение, чтобы расширить перечень своих услуг. Получить в нем сертификат на материнский капитал уже пожелали 300 человек. Столько заявлений приняли в центре. Выдали пока один документ. Заявление на него нужно подавать за месяц. Такой порядок установлен и в пенсионном фонде. Чиновники изменят механизм предоставления земли многодетным семьям при Амуре. А в правительстве уверены, строить дома и растить огороды хотят немногие. На делы пытаются получить почти все. Амурчанам уже выдали 471 участок. Продано сотня. На что смогут рассчитывать получатели в дальнейшем, пытался понять наш корреспондент. В дальнейшем мы, конечно, натянем потолки. Но пока, по крайней мере, делаем то, что есть. На строительство кухни Василий Семенов потратил 5 лет. Остались штукатурные облицовочные работы. 15 соток на центральной улице в районе пятой стройки мужчина одним из первых получил в 2012 году. Отсыпал двор и собрался строить дом. Только в этом. В 2016-м попал в аварию. Стройка встала. Были и другие сложности. Ну, сначала самая была трудность, это то, что не было дороги. Невозможно было доставить сюда ни материал, ни бетон. Ну, ничего вообще практически. Сейчас, конечно, этих трудностей нет. Ну, и сейчас как бы только самому стараться работать. Дороги начали возводить в 2016-м году. На улице придорожную, ромашковую энтузиастов из городского и областного бюджетов потратили 31 миллион рублей. 37 миллионов центрально вложили в этом году. На ней установили водопропускные трубы и закончили отсыпку. На данный момент, зависит все от погоды, будем устанавливать водопропускные лотки. У нас последний срок 30 ноября, по контракту мы обязаны закончить. Я надеюсь, вовремя погода даст нам поработать и закончим. В следующем году работы продолжат и на остальных улицах. Вот только пользоваться благами цивилизации будут далеко не все семьи, что получили землю. Мы проанализировали, что произошло с этими участками за эти годы. Так вот, за эти все годы, за пять лет, фактически только на 100 участках было получено разрешение на строительство. 102 земельных участков точно мы знаем, что они проданы. Разработать индивидуальный подход каждой семье поручил губернатор при Амуре Александр Козлов. Чиновники пытаются выявить, кому из многодетных амурчан действительно нужна земля, а кому стоит предложить что-то еще. В качестве альтернативной меры социальной поддержки предусмотреть согласие граждан денежную компенсацию взамен предоставления земельного участка. Новый механизм поддержки предотвратит продажу участков и ускорит их выдачу нуждающимся. Его разработкой профильные министерства займутся в ближайшее время. Александра Боровикова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Хэштег «Амурская осень» под своими фото и видео в социальных сетях в эти дни ставят не только зрители, но и артисты. Мы решили прогуляться по их профилям и посмотреть, чем запомнится им юбилейный фестиваль. Наиль Гемодеев делится со своими подписчиками снимками амурских пейзажей, снял во время поездки в Свободный и Лотосами озеро в Ивановке. А еще жалуется на тяжелые утренние подъемы, говорит, без кофе не выжил бы, как и Ольга Лапшина. Елизавета Арзамасова, папина дочка, в Длаговещенске приболела и несколько дней провела в номере, поэтому активностью не удивляет. Впрочем, поделилась фотографией со съемок. Три ночи подряд в нашем городе идет работа над короткометражным фильмом по ее сценарию. Максим Куласов демонстрирует свои встречи. На одной он с Ларисой Лужиной, на другой с мамой Лизой Арзамасовой. Эвклит Кюрзидис, так мило позаимствовавший аккредитацию у известного режиссера Ким Кидока, естественно, запостил фото с кумиром. В подписи Эвклит очень душевно поблагодарил корейца за любимые фильмы. Но звание «Самый активный инстаграмщик» по праву можно присвоить звезде-глухаря Виктории Тарасовой. Фото со звездной дорожки, где она появилась с коллегами по спектаклю «Однажды вечером» обращает на себя внимание. К этому выходу она готовилась несколько дней, призналась, не ела, чтобы изящно смотреться в любимом платье. Радушный прием в Белогорске удостоился нескольких постов. Тут и любимые ею мягкие игрушки в военной форме, и оркестр, встретивший артистов у дома офицеров. А еще подаренные ей конфеты ручной работы и поход на рынок за рыбой и икрой. Кстати, артистку уже встретили в Хабаровске. В Амурском театре драмы два дня хозяйничали герои Достоевского. Ходили по коридорам, совершали преступления. Гостей, зрителей по старинному театру водят в рамках внеконкурсной программы спектаклей. Вот вы, молодой человек, вот у вас такой интеллигентный вид, вы бы смогли убить. За деньги, да. Все были как несчастные случаи. Такого благовещенский зритель еще не видел, а точнее не проходил. Иммерсивный, погружающий в действие детектив по раману Достоевского в наш город привезли артисты Московского театра «Школа современной пьесы». У него даже количество билетов на спектакль лимитировано не числом кресел в зале, а вместительностью коридоров и подсобных помещений театра. В них и произойдет преступление и наказание. Проходите, пожалуйста, переступайте через сила и направо. Экспериментальная пьеса была создана студентами ГИТИС под руководством известного режиссера, актера Александра Галибина. Многие запомнили его по роли Воланда в сериале «Мастер и Маргарита». История получилась необычной, и зрителей в прямом смысле погружают в происходящее. Интересуются их мнением об убийстве, на их коленях ведут разборки, угощают мармеладом и напитками. И совсем непонятно, рядом с тобой зритель или актер, который через минуту превратится в Сонечку Мармеладову. Публика в восторге. Взять автограф у звезд легенды номер 17 и пообщаться с ними лично смогут зрители необычного хоккейного матча. Абсолютно бесплатно понаблюдать за напряженной игрой благовещенских спортсменов и известных актеров можно будет в субботу на стадионе «Спартак». Организаторы планировали устроить матч между сборной Благовещенской и командой гостей фестиваля, но позже решили перемешать игроков. На площадку выйдут Денис Сердюков, Тимур Ефременков из легенды номер 17 и Владислав Конопко из «Молодежки». Матч стартует в 14 часов и пройдет в формате 3 периода по 15 минут. В перерывах зрители смогут поучаствовать в розыгрыше коньков и спортивной формы с символикой фестиваля, а также сфотографироваться с киноактерами. И на сегодня это все. Приятного вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин